В детско-юношеской спортивной школе номер 6 работают 14 тренеров и у каждого минимум по три группы. Казалось бы, это много, однако преподавателей сетуют, по-настоящему играющих ребят не так много, как, например, хотя бы лет 10 назад. Причин здесь несколько, где-то они идут навстречу в школах и у ребят просто не остается времени, но, пожалуй, самая заметная причина – отсутствие условий. У нас вот буквально три поля с искусственным поля, с покрытием полноразмерных, где можно заниматься именно футболом. Это центральный стадион, стадион «Спартак» и 49-я школа. И то сюда, как бы здесь, благодаря ДЮС США, на «Спартак» очень сложно пробраться, там очень мало. И 49-я школа тоже, насколько я знаю, внеурочное время задействована по максимуму. Для сравнения, в том же Иркутске порядка 10 таких полей, в Красноярске порядка 20 полей. Сейчас у ребят должны быть тренировки как минимум 4 раза в неделю, но из-за загруженности поля получается, если повезет собраться 3 раза в неделю. Поэтому на одном поле чаще всего занимаются сразу несколько групп. Тренировать их вместе не получается, разный возраст. Однако наступающая зима выгоняет юных футболистов Улан-Удэ из таких открытых площадок. Зимой нам приходится заходить в спортзалы. У ДЮС США у нашего нет своего спортзала. Мы, получается, каждый тренер приходится арендует себе где-то площадочку, лишь бы где-то пригреться, где-то куда-то хоть как-то залезть. Ну и это все используется, что приходится нам с ребят брать оплату для покрытия аренды, для приобретения инвентаря. То есть, ну, тоже обновлять мячи нужно, все это нужно обновлять. И приходится нам идти на такую вот, как бы согласие родителей, идти на такую меру. В этом году команда 2001 года рождения выезжала на финал Сибири. В последний раз команда Буряти попадала туда 4 года назад. Вообще куда-то выезжать достаточно проблематично. Между тем, наши соседи по СФО в среднем в год играют на 5-8 турнирах. С особым восторгом ребята вспоминают поездку в Китай на первенство города Хулумбуир. Мы думали, как, приедем туда просто на соревнования. Оказывается, что это международные соревнования у нас. Мы сделали все загранпаспорта, у кого не было. Первый серьезный выезд. К сожалению, третье место могли лучше. Ну а на соревнования, так, смотря когда предложат, что сказать. Выезжаем, как правило, за свой счет. То есть, родители на собрание приходят, оговариваются, поедем, не поедем. Много родителей добрые. Пока что везде отпускали, кроме Монголии. Выезды на соревнования необходимы. Они дают опыт и стимул для дальнейших тренировок, а также профессионального развития. Желание, конечно, есть. Это мечта даже. Перспектив, конечно, к сожалению, у нас в городе мало. Ну и в республике так же. Но если уже вырваться куда-то дальше, там в ту же Читу или в Иркутск, то там уже более перспективный город. Ну, за то время, что я тренируюсь, я еще больше полюбил футбол, стал жить, дышать. Дальше для них развития очень мало. Что у нас селинги... Селинга сейчас неизвестно, как у нас дадут, не дадут бюджет селинге какой-то для повышения. Так как это для ребят все равно это стимул расти вперед, просматриваться. Даже вот у нас уже здесь, у моей сборной, уже три человека на карандаше у тренировок сборной республики, именно у большой селинги. И как бы ребята на карандаше, но мы ничего им предложить не можем и ничего не можем пообещать. Неудивительно, что многие уезжают в другие регионы. И в этом плане даже соседняя Чита более перспективна. Аина Чертарова, Юрий Шибаганов, первая альтернативная.